Слово четвертое. Опять жалкие несчастнейшие всех людей иудеи хотят паститься, и опять нужно оградить стадо Христова. И пастухи, пока не беспокоит их никакой зверь, расположившись под дубом или сосной, играет на свиреле, оставляя овец пастись на всей воле. И как приметит приближение волков, бросив свирель, берут в руки прощу, и, оставив рожок, вооружаются палками и камнями, и, став впереди стадо, и, подняв большой и сильный крик, часто одним этим криком, не делая еще нападения на зверя, прогоняет его. Так и мы в пришедшие дни услаждались как бы на лугу, каком изъяснением Писания. Не употребили ни одного спорного слова, потому что никто не беспокоил нас. А как сегодня свирепиши всех волков иудеи хотят окружить наших овец, то необходимо бороться и ратовать, чтобы ни одна овца не была похищена у нас зверями. И не делитесь, что мы еще за 10 и более дней до наступления поста иудейского уже вооружаемся и ограждаем ваши души. Ведь и трудолюбивые земледельцы, если имеется поблизости быстрый поток опустошающей нивы, не во время дождливой погоды, но еще до этой поры, ограждают и берега потока, и поднимают насыпи, и проводят канавы, и всячески укрепляются против него. Пока он еще тих и маловоден, легко удержать его. Но когда увеличится и весьма быстро понесет воды свои, тогда уже не так легко останавливать его. Вот почему земледельцы задолго предупреждают напоры его, придумывая все возможные преграды. Так же поступают обыкновенно и воины, и корабельщики, и жнецы. Те еще до сражения вычищают и латы, и осматривают щиты, и заготовляют удила, и кормят лошадей с большим старанием, и все прочее устраивают старательно. И корабельщики, прежде чем спустить корабль в пристани, справляют и киль, и подновляют бока корабля, и обтесывают весла, и сшивают паруса, и упорядочивают все остальные принадлежности корабля. Подобным образом и жнецы за много дней оттачивают и серпы, и подготовляют гумно, и валов, и телегу, и все прочее, что потребно для жатвы. Да и все люди, известно, заранее делают приготовление к своим занятиям, чтобы, когда настанет время занятия, легко было им сделать дело. Им-то подражая, и мы за много дней вперед ограждаем ваши души, и увещеваем вас бегать от этого нечестивого и беззаконного поста иудейского. Не говори мне, что иудеи постятся, но докажи то, согласны ли с волей Божией они это делают. Если же нет, то пост их беззаконнее всякого пьянства. Должно не на дела их только смотреть, но исследовать и причину дел. Что бывает по воле Божией, то хотя бы казалось и худым, лучше всего. А что противно и не угодно Богу, то хотя бы и казалось самым лучшим, хуже и беззаконнее всего. Если кто даже совершит убийство по воле Божией, это убийство лучше всякого человеколюбия. Но если кто пощадит и окажет человеколюбие вопреки воле Божией, эта пощада будет преступнее всякого убийства. Дела бывают хорошими и худыми не сами по себе, но по Божию о них определение. 670. И чтобы удостовериться тебе в справедливости этого, высуши вот что. Некогда Аха, взяв в плен одного сирийского царя, вопреки воле Божией, сохранил ему жизнь, посадил его вместе с собой на колесницу и отпустил с великой честью. Затем один пророк, пришедший к ближнему своему, сказал по слову Господня, бей меня. А тот не захотел бить человека и сказал к нему, так как ты не послушал голоса Господня, вот ты отойдешь от меня и поразит тебя лев. И отошел от него, и нашел на него лев, и поразил его, и нашел другого, и сказал, бей меня. И тот бил его и сокрушил лицо его. Третья царь, 20.35. Что может быть страннее этого? Поразивший пророка остался цел, а пощадивший наказан, зная же, что когда Бог повелевает, тогда не должно рассуждать о свойстве самого дела, но только повиноваться. И вот чтобы первый ближний не пощадил пророка из-за уважения к нему, пророк не просто сказал ему, бей меня, но по слову Господню. То есть Бог повелел? Ни о чем больше не спрашивай. Царь предписал закон. Уваж достоинство повелевшего, и повинуйся со всей их готовностью. Но тот не послушался. За что и потерпел тяжкое наказание. Своим несчастьем вразумляет потомков повиноваться и покоряться всему, что не повелит к Богу. Потом, когда второй поразил и поранил пророка, этот обвязал голову свою полотном, прикрыл глаза и сделал так, чтобы его не узнали. А для чего он сделал это? Он хотел обличить царя и произнести над ним суд за спасение сирийского царя. А как царь был нечестив и ненавидел пророков, то чтобы, увидев его, он не прогнал с глаз, а прогнав не остался без исправления, пророк прикрывает и свое лицо, и рассказ о самом деле, дабы иметь возможность разговаривать с царем и получить от него сознание в том, в чем хотелось пророку. И вот, когда царь проходил мимо, пророк закричал к нему и сказал, «Раб твой выходил на войну!» И вот некий муж привел ко мне мужа и сказал ко мне, «Сохрани мужа сего!» Когда же он ушел, то раб твой занялся теми и другими делами, и его не стало. Смотри, как не только Бог, но и люди судят одинаково, обращая внимание не на свойства дел, но на их цель и причины. Вот и царь говорит пророку, «Ты сам себе судья передо мною, ты совершил убийство!» Ты, говорит, человеку убийца, потому что отпустил неприятеля. Вот для чего пророк и покрыл себя покрывалом и потребовал суда, как бы по чужому делу, чтобы царь произнес правильное решение, что и случилось. Ибо когда царь произнес над ним суд, пророк, сняв покрывало, сказал, «Так как ты отпустил мужа пагубного из руки твоей, то будет душа твоя вместо души его, и люди твои вместо людей его». Видишь, как Ахав осужден за человеколюбие и какое наказание потерпел за пощаду. Он сохранил жизнь врагу и наказан, а другой совершил убийство и заслужил похвалу. Вот Финиес в одно мгновение совершил два убийства, умертвил мужа и жену и подчинен священством. Так он руку свою не только не осквернил кровью, но еще сделал более чистую. И так видеть, что бивший пророк остается цел, а не бивший погибает, что посадивший наказывается, а не посадивший похваляется, во всех случаях старайся узнать прежде волю Божию, а не свойства самого дела. И что найдешь согласным с нею, то только и одобряй. Этим-то правилом руководствуясь будем судить и об этом иудейском посте. Если мы не станем так делать, но будем выставлять и рассматривать только голые дела, как они есть, то произойдет большое замешательство, большой беспорядок. Например, терпят побои и разбойники, и гробокопатели, и обманщики, но тоже терпят и мученики. Дела одинаковы, но расположение духа и причины, по которой они бывают, не одинаковы, а потому между мучениками и теми людьми большое различие. И как в этом случае мы обращаем внимание не на одни мучения, но еще прежде того на расположение души и на причину, из-за которой бывает мучение. А поэтому и мучеников любим не за то, что они мучатся, но за то, что мучатся за Христа. И разбойников презираем не за то, что они наказываются, но за то, что наказываются за злодеяние. Так же суди и о том, что делается у иудеев. Если увидишь, что они постятся для Бога, похвали это. Если же увидишь, что делает это вопреки воле Божией, отвратись и возненавидь их более, чем пьянствующих и неумеренных в пище и питье. Но в этом посте должно смотреть не на причину только, но и на место, и на время. Впрочем, прежде чем бороться с иудеями, лучше побеседуем с теми из наших членов, которые, по-видимому, стоят вместе с нами. Но на деле следует иудейским обычаям и всячески защищают их, и которых поэтому я считаю более достойными осуждения, чем самих иудеев. В этом согласятся с нами не только мудрые и умные люди, но и все, кто только имеет сколько-нибудь разума и смысла. Чтобы доказать это, не нужно умствований, исследований и длинных оборотов речи. Нет, довольно только спросить их и уловить на самом ответе их. Что же, спрошу я у каждого из страдающих этим недугом. Ты христианин? Для чего же следуешь обычаям иудеев? Или ты иудей? Так зачем беспокоишь церковь? Перс не соблюдает ли того, что в обычае у персов? Варвар не следует ли обычаям варваров? Живущий в римском государстве не подчиняется ли нашему уставу? Если кто из живущих между нами будет облечен в том, что поступает как варвар, такой, скажи мне, не тотчас ли подвергнется наказанию без суда и исследования, хотя бы и представлял тысячу оправданий. Равно, если кто из варваров окажется соблюдающим римские законы, не потерпит ли он того же самого? Как же ты думаешь спастись, уклоняясь к иудейским беззаконным обычаям? Разве ничтожно различие между нами и иудеями? Разве спор у нас о пустых вещах, так что можно считать заодно и то же и христианство, и иудейство, что ты соединяешь несоединимое? Они распяли Христа, которому ты поклоняешься. Видишь, какое различие? Как же бежишь к ним, убийцам, ты, говорящие себе, что поклоняешься распятому? Я ли выдумываю этот способ обвинения и этот род обличения? Не этот ли способ употребляет против них и Писание? Послушай, что говорит именно против них Иеремения. «Отойдите в Кедар и увидите, пошлите на острова Хитимы и познайте, где такое сотворено, что же это такое, переменяли ли народы богов своих, хотя они и не боги, а вы переменили славу свою на то, что не приносит никакой пользы» Иеремия 2.10. А что это значит? Вот что. «Те язычники, — говорит, — поклоняясь идолам и служа демонам, так твердовали в своем заблуждении, что не захотели оставить идолов и обратиться к истине. А вы, поклонники истинного бога, оставя отеческие благочестия, перешли к чуждым обычаям. Вы даже не показали и того постоянства в истине, какое имеете в заблуждении. Вот почему говорит, «Если сделали кто такое, переменили народы богов своих, которые, суть, и не боги. Не сказал, переменили бога своего, потому что Бог не изменяем, но богов славу свою. Не меня, — говорит, — оскорбили вы, ибо мне нельзя сделать вреда. Вы обесчестили сами себя, умолили не мою славу, но свою собственную. Позвольте же и мне сказать это и к нашим, если только должно называть нашими тех, которые мыслят по-иудейски. Пойдите в синагоги и посмотрите, переменили ли иудеи свой пост, постились ли в Пасху с нами, ели ли когда в этот день. Их пост не есть пост, но беззаконие, грех и преступление. И однако же они не переменили его, а вы переменили славу свою на то, от чего не получите никакой пользы и перешли на их сторону. Когда поселились они в Пасху, когда совершали с нами праздник мучеников, когда сообщали с нами в день Богоявления, они не бегут к истине, а вы бежите к нечестию, называя праздники их нечестием, потому что совершаются не в свое время. Было некогда время, когда надлежало соблюдать эти праздники, но теперь не время. Вот почему то, что некогда было законно, теперь беззаконно. Позвольте мне сказать к этим людям словами Ильи. Он видит, как иудеи поступают нечестиво, то повинуются Богу, то служат идолам, так и говорит с ним, да коли будете хромать на оба колена, если Господь есть Бог наш с вами, то придите, идите вслед к Его, если жевал, то идите за Ним. Это же я теперь скажу к вам. Если вы почитаете истинным иудейством, то зачем обременяете собой церковь? Если же истина христианства, каково оно и есть, то неуклонно следуйте Ему. Скажи мне, ты участвуешь в таинствах, поклоняешься Христу, как христианин, у Него и спрашиваешь благ, и празднуешь с Его врагами. С какой же наконец совестью приходишь ты в церковь? Ну, довольно, сказали мы против тех, которые говорят о себе, что мыслят по-нашему и между тем следуют иудейским обычаям. А как я хочу сродиться с иудеями, то позвольте мне предложить более пространное поучение и показать, как иудеи уничижают закон, постясь теперь и попирают заповеди Божии, делая всегда только противные Ему. Вот когда Он хотел, чтобы иудеи постились, они утучняли себе и расширялись. Когда же хочет, чтобы они постились, они упорствуют поститься. Когда хотел, чтобы приносили жертвы, они бежали к идолам. А когда не хочет, чтобы они совершали свои праздники, тогда усердствует праздновать. Поэтому Стефан говорил к ним, вы всегда противитесь Духу Святому. Вы, говорит, о том только и старались. Как бы сделать противное тому, что Бог заповедовал? Так поступают они и теперь. Откуда это видно? Из самого закона. Ибо в отношении к праздникам иудейским закон повелел наблюдать не только время, но и место празднования. Так заповедуя им, и об этой Пасхе, он говорит вот что. Не можете приносить жертву Пасхе ни в одном из городов твоих, но только в том, где даст тебе Господь, Бог твой. Это в законе 16.5. Напротив, остановив совершать Пасху в 14-й день первого месяца, закон также повелел праздновать ее только в Иерусалиме. Равный для празднования Пятидесятницы назначил определенное место и время, повелев совершать ее спустя 7 недель и опять прибавив в месте, которое изберет Господь Бог твой. Точно так же постановлено и о празднике кущей. Но посмотрим, что из этих двух более необходимо, время или место. То есть, если когда нельзя наблюсти то и другое вместе, должно ли пренебречь местом и наблюсти время, или пренебречь временем и наблюсти место. Я хочу сказать вот что. Господь повелел совершать Пасху в первый месяц в Иерусалиме, то есть в определенное время и в определенном месте. Теперь предположим, что совершает Пасху двое. Один пусть нарушает место, а соблюдает время. Другой пусть наблюдает место, а нарушает время. Притом, наблюдающий время на нарушающем место пусть совершает Пасху в первый месяц и вне Иерусалима, где-нибудь вдали, а наблюдающий место, но приступающее время, совершает Пасху в Иерусалиме не в первом месяце, а во второй. Затем посмотрим, кто из двух этих достойен осуждения и кто одобрения, приступивший ли время и совершивший Пасху в определенном месте, или оставивший место и наблюдавший время. Если приступивший время с тем, чтобы совершить Пасху в городе, окажется достойным одобрения, а наблюдавший время, но пренебрегший местом осуждение и обвинение, как нечестивец, то очевидно, что и иудеи поступают нечестиво, когда не совершают Пасхи в своем месте. Хотя бы и тысячу раз говорили о себе, что наблюдают время. Откуда же видно это? От самого Моисея. Когда евреи совершили Пасху вне Иерусалима, то пришли они к Моисею, говоря, мы нечисты. Число 9-7. Что значит, что в первый месяц будет на пути кто, тот пусть не совершает Пасхи вне города, но пусть совершит во второй месяц, когда придет в Иерусалим. Пусть приступит время, только бы не быть вне города. Это показывает, что соблюдение места более необходимо, чем соблюдение времени. Что же могут сказать на эту совершающую Пасху вне Иерусалима? Ведь когда они опускают более необходимое, их не может оправдать соблюдение менее необходимого. Значит, они хотя бы тысячу раз уверяли себя, что не нарушает времени. Поступает крайне беззаконно. И это видно не только отсюда, но и из примера пророков. Известно, что пророки не переносили жертвы, не воспевали песней и не соблюдали ни одного такого поста на чужой земле. Какой же эти нынешние иудеи могут иметь извинения? Те, хотя и ожидали возвращения прежнего устройства, однако оставались в повиновении закону и исполняли предписание его, как закон того требовал. А эти, не имея никакой надежды на возвращение прежнего устройства, ибо каким местом из пророков могут доказать это, не хотят успокоиться. Между тем, если бы они даже ожидали, что порядок тот возвратится. И в таком случае им следовало бы подражать святым тем и не поститься, и не делать что-либо другое тому подобное. А для удостоверения, что те святые ничего такого не делали, послушать, что они отвечали спрашивавшим их. Когда иноплеменники настоятельные с принуждением заставляли их употребить и вделав свои органы, говоря, пропойте нам песни Господню. Они, хорошо зная, что закон не позволяет им делать это вне Иерусалима, отвечали, как мы во своем песне Господне на земле чужой. И опять три отрока, жившие в Вавилоне, говорили, нет, во время сия князя и пророка не место, где бы принести жертву пред тобою и обрести милость. Места, конечно, места там было много, но так как не было храма, то они оставались без жертвоприношений. Да и к другим Бог говорит через Захарию, вот, 70 лет постом ли постились предо мною, Захария 7.5, разумею, здесь лета вавилонского плена. Как же ты ныне постишься, скажи мне, когда предки твои и не приносили жертв, и не постились, и не праздновали. Уже и отсюда видно, что они не совершали и Пасхи, ибо где не было жертвы, там не было и праздника, потому что все праздники надлежало совершать жертвоприношениями. Но чтобы представить тебе и доказательства на это, послушай, что говорит Даниил. В те дни я, Даниил, был, рыдая, три седьмицы, хлеба вожделенного не ел, и мясо, и вино не входило в уста мои, и масти я не мазался в те седьмины. В день, двадцать четвертый, первого месяца, видел видение, Даниила 10.2. Здесь слушайте меня со вниманием, ибо из этих слов видно, что иудеи в Вавилоне не совершали Пасхи. Как же это? Я скажу теперь. Вне пресноков и идеям не позволялось паститься. А Даниил в течение двадцати одного дня не вкушал ничего. Но из чего, скажешь, видно, что эти двадцать один день были дни опресноков? Из того, что он сказал в день двадцать четвертый, первого месяца. А Пасха оканчивается в двадцать первый день, ибо начав четырнадцатым днем первого месяца, и потом празднуя семь дней, идея таким образом доходит до двадцать первого дня. Но Даниил и по прошествии Пасхи продолжал еще не вкушать, потому что начав с третьего дня первого месяца, потом продолжил пост двадцать один день. Он таким образом провел четырнадцатый день, а за ним еще семь и три дня. Итак, не беззаконно ли и не нечестиво ли поступают иудеи, что тогда, как те святые никаких обрядов не совершали на чужой земле, они по упорству и спорливости делают противное. Ведь если бы говорили и делали это какие-нибудь беспечные и неблагочестивые люди, то несоблюдение ими праздников можно было бы приписать их беспечности. Но если это были люди благочестивые и боголюбивые, такие, которые душу свою отдали за заповеди Божии, то явно, что они не соблюдали закона о праздниках не по беспечности, но по убеждении из самого закона в том, что ни одного из этих обрядов не должно соблюдать вне Иерусалима. Из этого открывается и другая важнейшая истина. Именно, что соблюдение жертв субботного месяца и всего тому подобного требовало тогдашнее иудейское устройство. Не необходимо, и что несоблюдение их не могло придать ничего особенного добродетели, не опущение сделать доброго человека худым, или отнять что-либо от душевного любомудрия. Так эти святые мужи, провождавшие на земле жизнь равны ангельскому любомудрию, хотя и не делали ничего этого, не приносили жертв, не совершали праздника, не соблюдали такого поста, однако так угодили Богу, что стали выше и самой природы, и тем, что случилось с ними, обратили всю вселенную к Богопознанию. Что может сравниться с Даниилом? Что с тремя отроками, которые так задолго выполнили уже на деле величайшую евангельскую заповедь, главизну всех благ. Ибо в Евангелии сказано, «Нет больше той любви, как кто душу свою положит за друзей своих, а они душу свою положили за Бога». Впрочем, они достойны удивления не потому только, но и потому еще, что делали это не за какую-либо награду. Потому-то и говорили, что есть Бог на небесах, который сильный защитить нас, а если же нет, да будет известно тебе, царь, что богам твоим служить не будем. Довольно нам говорят и той награды, что умираем за Бога. И это они делали, такую и являли доблесть, не соблюдая ничего предписанного в законе обрядовом. Для чего же, скажете, Бог установил эти обряды, если не хотел исполнения их? А если бы хотел исполнения, то для чего разрушил ваш город? Если бы он хотел, чтобы эти обряды соблюдались постоянно, то надлежало бы сделать ему одно из двух. Или не повелевать приносить жертвы на одном только месте, если уж он хотел рассеять вас по всей вселенной. Или если хотел, чтобы вы приносили жертвы только там, в Иерусалиме, не рассеивать вас по вселенной и не делать для вас недоступным того именно города, в котором одном надлежало приносить жертвы. Что же? Бог, скажешь, противоречит самому себе. Повелев приносить жертву в одном только месте, сам же потом запер это место. Вовсе нет. Напротив, он совершенно верен себе. Сначала он и не хотел позволить вам жертвы. Свидетелем этого приведу самого пророка, который говорит так. «Услышите слово Господне, князья Содомская, внимай закону Бога вашего, народ гоморский». А это говорит он не к садомлянам и не к жителям Гоморы, но к иудеям. Называет же их так за то, что они, подражая нечестие их, вступили в родство с ними. Точно так же он называет их и псами. «Конями же на неистовыми» Исаия 56, 11, Иеремия 5, 8. Не потому, чтобы они приняли природу этих животных, но потому, что выказывали их походливость. «До чего мне множество жертв ваших», говорит Господь. «А мы не видим, чтобы жители Содома когда-нибудь приносили жертвы. Значит, слово это обращено к иудеям и называет их именем тех, по указанной мною причине. «До чего множество жертв ваших», говорит Господь. «Все сожжений овнов ваших и тулка агнцев, и крови козлов и волов не хочу». «Когда вы являетесь пред лицом мое, кто ищет сие всего от рук ваших?» «Слышал ты глаз Божий, весьма ясно говорящий, что сначала он не требовал от вас этих жертв, ибо если бы требовал их, то этим усыновлением первый подчинил бы всех древних, которые еще до них прославились. «До чего же, скажешь, он позволил после?» «Снисходя к вашей немощи». Как врач видит, что больной и горячкой человек своенравный, нетерпеливый, хочет напиться холодной воды и угрожает, если ему не дадут накинуть на себя петлю или броситься со стремнины, для предотвращения большего зла допускает меньшее. Только бы отклонить больного от насильственной смерти. Так точно поступил и Бог. Как увидел он, что евреи беснуются, скучают, хотят жертв, готовы, если им не позволят этого, обратиться к идолам, или даже не только готовы обратиться, но уже и обратились, то позволил им жертву. Что это было причиной, можно видеть из самого времени позволения. Бог позволил им жертву уже после того, как они совершили праздник в честь злых демонов. Как бы так, говоря им, вы беснуетесь и хотите приносить жертву, так приносите их по крайней мере мне. Впрочем, и позволивая это, он не всегда дал такое, не навсегда по безволению, но премудрым способом опять отнял его. Как врач. Ничто не мешает мне опять употребить тот же пример. Уступая прихоти больного, приносит из своего дома сосуд и приказывает ему пить из него одного. А потом, когда больной согласится на это, тайно велит подающим питье разбить этот сосуд, чтобы незаметно, не подавая вида, отклонить больного от его прихоти. Так поступил и Бог. Позволив иудеям приносить жертвы, он не позволил делать это ни в каком другом месте, кроме Иерусалима. Потом, когда они несколько времени приносили жертвы, разрушил этот город, чтобы как врач разбить тем сосудом, так и Бог разрушением города отвлечь их и поневоле от этого дела. Если бы он прямо сказал, перестаньте, они нелегко бы согласились оставить страсть к жертвам, но теперь по самой необходимости их местопребывания он незаметно отвел их от этой страсти. Так пусть будет врач Бог, сосуд – город, больной – упорный народ иудейский, холодное питье – позволение свободы приносить жертвы. И вот как врач отводит больного от его неразумного требования, разбивая сосуд, так и Бог отклонил иудеев от жертв, разрушив самый город и сделав его для всех недоступным. Если бы он не имел в виду это, то для чего заключил все богослужение в одном месте, будучи вездесущим и все наполняя? Для чего же? Он соединив богослужение с жертвами, жертву же с местом, место со временем, время с одним городом, потом разрушил этот самый город. И вот что удивительно и странно, вся вселенная открыта иудеям, и нигде на ней не позволено приносить жертв. Один Иерусалим недоступен, а в нем только и позволялось им приносить жертвы. Итак, неясно ли, неочевидно ли даже для самих несмысленных причина разрушения Иерусалима, если домостроитель получил уже основание, вывезли стену, устроив свод и прикрепив его к одному, положенному в середине камню, отнимет этот камень, то разрушит весь состав здания. Так и Бог, сделав город как бы связи иудейского богослужения, и потом, разрушив его, этим самым разрушил и все остальное здание того богослужения. Но перестанем пока бороться с иудеями. Сегодня мы только начали сражения, сказав, что столько, сколько требовалось для предостережения наших братьев, или даже гораздо больше. Нужно, наконец, убедить и вас, здесь присутствующих, чтобы вы усердно позаботились о наших членах и не говорили, какая мне надобность, зачем мне хлопотать и беспокоиться. Господь наш умер за нас, а ты не хочешь и слова сказать. Какое же будешь иметь извинение? Какое получишь оправдание? Как, скажи мне, станешь дерзновением перед судилищем Христовым, показав равнодушие к погибели стольких душ? Если бы мог я знать всех, кто только бегает туда, в синагоге, то не нуждался бы в вас, но сам весьма скоро исправил бы их. Когда нужно исправить брата, то хотя бы понадобилось отдать и душу, не откажись. Поревнуй своему владыке. Есть у тебя слуга или жена, удерживай их дома с великой строгостью. Если ты не позволяешь им ходить в театр, тем более не позволяй ходить в синагогу, потому что это преступление больше того. Там грех, а здесь нечестие. Говорим это не с тем, чтобы вы позволяли им ходить в театр, ибо и это худо, но чтобы гораздо более воспрещали им ходить в синагогу. Что бежишь ты видеть в синагоге, богопротивных иудеев, скажи мне, людей, трубящих в трубы? Но надлежало бы тебе, сидя дома, скорбеть о них и плакать о том, что они противятся заповеди Божией, ликуют вместе с дьяволом. Ибо, как я сказал прежде, делаемые, вопреки воле Божией, хотя бы и было, когда дозволено, после становятся беззаконием и влечет за собой множество наказаний. Трубили некогда иудеи, когда были у них жертвы, а теперь им не позволяется это делать. Послушай, для чего и получили они трубы? Сотвори себе, говорит Господь, трубы, коланные, стеребренные, числа 10-12. Потом, говоря об их употреблении, прибавляет «Вострубите в них во всесожжение ваше и на жертвы спасение ваших». Где же теперь жертвенник? Где кивот? Где скинии святой святых? Где священник? Где хирургимы славы? Где золотая кадильница? Где очистилище? Где чаша? Где сосуды возлияния? Где огонь свыше неспосланный? Все оставил ты и удерживаешь только трубы. Видишь ли, что иудеи скоро играют, скорее, чем служат Богу. Но если их мы упрекаем за то, что они беззаконничают, тем более вас за то, что сходитесь с беззаконниками, упрекаем не только тех, которые бегут туда, но и тех, которые могли бы удержать их и не хотят. Не говори мне, что у меня общего с ним. Он мне чужой и незнакомый. Пока он верный приобщается одних с тобой тайн и ходит в ту же церковь. Да то ли он ближе к тебе и братьев, и знакомых, и родственников, и всех вообще. Следовательно, как подвергаются одинаковому наказанию не только крадущие, но и те, которые могли им помешать и не помешали. Так одинаково же наказываются не только сами нечестивцы, но и те, которые могли отклонить их от нечестия, но не хотели по нерадении или по бестечности. И зарывший талант возвратил его господину в целости, но так, как не умножил его, то и наказан. И ты, если даже сам останешься чистым и непорочным, но не умножишь своего таланта и погибающего брата не обратишь ко спасению, то потерпишь одинаковую с рабом тем участь. Многого ли требует от вас, возлюбленные? Пусть каждый из вас обратит ко спасению одного из братьев, пусть позаботится об этом, пусть потрудится, чтобы в следующее собрание нам прийти с великим дерзновением, неся дары Богу. Дары самые драгоценные, возвращая к нему души заблудших. Пусть даже придется понести обиды, получить удары, потерпеть что-либо другое. Все сделаем, только бы возвратить их. Ведь мы сносим же упрямство, оскорбление и брание от больных, не огорчаемся, обидами, но желаем только одного, чтобы здоров был тот, кто так безрассудно поступает. И у врача больной часто разрывает одежду, но тот не перестает из-за этого лечить его. Если же заботящийся о телах показывает столько усердия, то как неуместно предаваться беспечности, когда гибнет столько душ и не решается перенести какую-либо неприятность, когда гниют наши члены. Не так поступал Павел, а как? Кто говорит, он изнемогает, в кем бы и я не изнемогал, кто соблазняет, за кого бы я не воспламенялся. Зажги ты в себе этот огонь, если увидишь брата погибающим, пусть он тебя бронит, пусть оскорбляет, пусть бьет, пусть угрожает, сделается твоим врагом, пусть делает, что бы то ни было другое, все перенеси благодушно, только бы тебе приобрести его спасение, пусть он сделается тебе врагом, зато Бог будет твоим другом и наградить тебя великими благами в тот день суда. Дай Бог, чтобы молитвами святых и заблудшие обратились ко спасению, и вы имели успех в этой ловле, и самые те богохульники иудеи, оставя нечестие, познали Христа, за них распятого, да всем единым сердцем, едиными устами прославим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава вместе со Святым Духом во веки все, во веки веков. Аминь.